Сегодня я хочу с вами в двух словах обсудить 21-ю страницу трактата Бавакама. Опять здесь в основном технические детали, и уж точно подобные ситуации вряд ли возникнут в наше время, хотя теоретически эти слуги могут иметь отношение в каких-то редких случаях, в каких-то тяжах. Сначала Талмуд еще обсуждает вопросы насчет человека, который живет в чужом дворе, и в том числе обсуждает важную концепцию, что вообще-то хорошо для дома, например, чтобы он не пустовал. Хуже, когда пустует место. Но этот весь вопрос я уже чуть-чуть касался на предыдущем уроке, сейчас вдаваться в него не буду. Следующее обсуждение, связанное, как мы уже говорили, с Мишиной, когда обсуждался Шен, когда животное приносит ущерб тем, что съело чужое, так здесь обсуждаются всякие, я бы по-английски их назвал borderline cases, как бы случаи, которые ни туда, ни сюда. Gray area еще называют по-английски, что ни белое, ни черное. Например, если животное само находится на улице, но повернуло голову и съело что-то, что на чужой территории, как-то так. Или, скажем, если человек какую-то свою часть территории отдал улице, так сказать, разрешил людям использовать, а там же оставил свои фрукты и потом чего-то животное их съело. Как мы это считаем? Как его территорию или как территорию улицы? Соответственно, если там, когда стал территорией улицы, раз он разрешает людям там ходить и животных водить, то, соответственно, теперь уже он сам виноват, что оставил фрукты без присмортера. А на второй стороне страницы обсуждается Мишна, новая Мишна, два разных случая. Во-первых, если животное, например, собака или там козел прыгнули с крыши и разбили какие-то предметы, разбили какие-то сосуды, то за это платят полный ущерб. То есть мы не говорим, что это необычное поведение, это совершенно нормально. Поэтому, если они разбили чужие сосуды, имейте в виду в их дворе, да, во дворе хозяина. Если было бы на улице, мы уже говорили, что если животное шло и разбило чьи-то сосуды, то оно никогда хозяин не должен платить, потому что надо было тому, кто эти сосуды оставил, следить за своими вещами. Ну вот, если на чужой двор спрыгнула, допустим, собака или козел чей-то, то нужно платить хозяину за весь ущерб. Ну и здесь Талмуд будет обсуждать, в том числе, в случае, если не спрыгнула, а само упала, то есть не хотела прыгать и упала. Это то, что они называют тхилето пшиа висофо онес, что то, что оно туда залезло, это плохо, не должно было животное туда залезать. Хозяин должен был следить за этим. Но теперь оно уже упало против воли. Какой тогда закон? Это концепция, которая, конечно, не только здесь применима. Тхилето пшиа софобе онес. Что началось, когда была вина, но кончилось без вины, был онес. А вторая часть нашей Мишны, она гораздо более сложная и запутанная. Опять же, такой точной ситуации почти не встретишь, но часто мудрецы обсуждают какие-то случаи, из которых уже можно выучить много других. В каком-то смысле, это как если бы в математической теореме, вместо того, чтобы сразу писать общий пример, общий случай, сказали бы о разных конкретных ситуациях, довольно редких. Всякие там крайние случаи. Что происходит в случае нуля, что происходит в случае бесконечности. Какие-то вот такие вот варианты. И примерно представить, что происходит и посередине. Как-то так обычно действует талмуд. То есть он берет какую-то совершенно невероятную ситуацию, но из нее можно выучить часто и многое другое тоже. Так вот здесь такая ситуация. Был пирог, который пекся на углях. И, видимо, угли каким-то образом прилипли к пирогу. Подошла чья-то собака, взяла этот пирог вместе с углями, пошла до стога сена и зажгла этот стог сена. То есть съела пирог, а угли попали на стог сена и зажгли этот стог сена. Как вы думаете, сколько нужно платить и каким образом? Так вот лично говорит, что платят за пирог полную стоимость. Имеется в виду, конечно, пирог в чужом дворе. Если вы это был пирог на улице, мы уже говорили, что платишь только когда съел за то, хозяин платит за то, что получил его животное удовольствие. В данном случае пирог был на чужой территории, поэтому когда животное зашло и съело чужой пирог, тут однозначно нужно платить всю стоимость. А вот за сена, говорится, нужно платить только половину. Видимо, это чем-то похоже на црурот, тоже как бы не совсем напрямую. Но вот тут уже есть много деталей. В Талмуде получается много нюансов. В Шухонарах это в главе Шинца-Дибет. Опять же, если хотите внимательно изучать, я сам так не изучаю сейчас. Я когда-то Баба Каму изучал гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас я только просматриваю и пытаюсь вспомнить немножко, освежить память и рассказать хоть какие-то новые идеи, если могу найти что-то интересное к Суге. А если нет, то хотя бы суммировать Мишну или основную Сугю. Но вот когда изучаешь трактат как следует, это должно занимать несколько часов тогда одна страница. Я не имею в виду на таком уровне, как в некоторых литовских ешивах, изучая, что вообще можно и месяц изучать одну страницу. Я не об этом говорю. Я говорю, как следует, в смысле, чтобы хотя бы полностью понять простой смысл, не изучая при этом всех решениями, всех пюль-пулем. Просто чтобы разобраться хотя бы с основной темой. Так вот на это должно занять, по крайней мере, уж точно больше часа. У меня просто сейчас нет возможности такое ревью делать, поэтому я, может быть, какие-то ошибки допускаю. Но когда-то я занимался этим трактатом лучше, чем сейчас. Много лет назад. Двадцать назад. Во всяком случае, если изучать как следует, то мой совет, если у вас время есть, и вы хотите изучать как следует, все время смотрите в Шухонарух. Сравните вот то, что вы прочли здесь, у Раши, у Тософот, если смотрели в Тософот. Даже Раши не всегда смотрят. На мой взгляд, это важнее даже посмотреть в Шухонарух, чем в Раши. Это мое личное мнение. Может, я не прав. Многие изучают только Талмуд и Раши. Некоторые смотрят в Тософот. Но Шухонарух это на первом месте. И Рамбама не желает на то, что смотреть. Особенно в всех законах, где нету Шухонаруха, если это законы, которые к нам сегодня относятся, чтобы все себя проверять, правильно ли понял хотя бы заключение Талмуда. Как это все выходит в халахе. Можно смотреть Роша и Левифа. Это тоже вариант. Но вот если посмотреть Шухонарух, там уже все пережевано, так сказать, и подано на накрытый стол, на Шухонарух, приготовленный стол. Поэтому это, на мой взгляд, очень полезно. Посмотрите в главу Шин-Цади-Бет. Предыдущие законы большинство были в главе Шин-Цади-Алэф, Шин-Цади. То, что было на предыдущей странице. А здесь основная тема этих законов, она в главе Шин-Цади-Бет. Это короткая глава, но там вот приводят, во-первых, там диспут Шухонарух и Рама. Они будут все это переводить. Практического значения это почти никогда не имеет. Но там Шухонарух и Рама спорят о точных нюансах. Во-первых, один важный факт, я вам сразу скажу, что тот, у кого огонь, у кого угли, он тоже ответственен за свои угли. Поэтому то, что к нему могла подойти там собака и взять эти угли вместе с тортом, это его вина тоже. Поэтому речь идет, согласно Талмуду, когда он все закрыл как следует. Но собака все равно как-то прорвалась, подрыла, например, проход под забором или что-нибудь в этом роде. Вот тогда уже хозяин собаки будет виноват. Да, и вот, как я сказал, там много есть нюансов и деталей, что получается, что Мишна, хотя сказал общий, более-менее общий случай, но, как кажется, есть очень много исключений из правил и очень много точных законов во всем, которые я сейчас проходить с вами не буду. Но советую для тех, кто изучает подробно, у кого время есть, посмотреть всю эту главу Шинца-Дибет и попытаться разобраться, откуда взял свой псак Рыма, откуда взял Шуханарух, когда непонятно, откуда они взяли. Если у вас из вас другое впечатление, когда вы изучали, вроде выглядит из Раши, например, из того, как вы поняли Геморру, не так, то первое, куда нужно смотреть, это в рабе Йосифа Карра предыдущую книгу «Бет Йосеф». Это комментарий к Туру, там он приводит все свои источники. Почти все, что приведено в Шуханарухе, взятое из Бет Йосефа. Это Китсург, да, Шуханаруха, это практически сокращенный Бет Йосеф. И также Рыма, опять же, есть дарки Моши, есть длинные дарки Моши, которые в конце Тура напечатаны, есть прямо под ним короткие дарки Моши. Можно понять основные источники Рыма оттуда. Другой вариант, если у вас нет рядом Тура или не хочется искать, то тогда можно посмотреть прямо на странице Шуханаруха, комментарий Вильнинского Гаона. Там обычно все очень коротко и сложно понять, но он, по крайней мере, суммирует основные источники, откуда взял Рыма, откуда взял Шуханарух свой псаг. Вот в этом, так сказать, если вы не видите, как, например, Рыма постановляет, откуда он это взял, то вот эти два варианта, по-моему, самые быстрые в понимании, если долго времени нет, изучать, опять же, всех комментариев Шуханаруха основных. Всех вообще там невозможных очень много, но основных, да, изучать там Шаха, Сма, да, Сефер Миро Тейнаим, это главный комментатор Кошин Мишпад. На это, может быть, времени не будет, тогда хотя бы посмотреть Вильнинского Гаона и, соответственно, еще Берагола иногда, да, это гораздо короче, чем комментарии Вильнинского Гаона, но и там какие-то источники, но там нету в основном Крыма, там только к Рабьёсиву Кару, к Лапсакам. Вот. И, ну, конечно, если вы будете смотреть в Рамбаме, там есть основные комментаторы, в том числе сам же Рабьёсив Кару, более позднего книга Кесев Мишна. Поэтому советую главу Шинца Дибет в Шухонарахе изучить, если у вас есть время, тогда будет более понятно, насколько все более запутанно, чем кажется из нашей Мишны, но многое выходит из нашей Суги Гемора, если внимательно изучать. И на этом я закончу. Если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok